Сталионград делает свои первые робкие шаги на мировой арене. Генсек Василий продолжает вести наш народ. В ближайшее время эту страну ждут огромные перемены. Тёмные легионы чейжлингов не остановятся, пока не окрасит этот мир в чёрный. Ну и мы не собираемся сидеть сложа руки. Товарищи грифоны требуют нашей поддержки, и мы обязаны помочь им во что бы то ни стало. Мы готовы объявить всему миру о создании великого социалистического союза. Все коммунисты на этой земле отныне будут едины, и мы не остановимся ни перед чем, пока рабочий класс не одержит победу. Строительство великого советского дворца продолжается, и мы существенно продвинулись по этому пути. Производство танков лишь увеличивается, ведь в новой грифонии победили демократы. Теперь мы одни на континенте, окружённые врагами и империалистами, которые так и норовят вцепиться в наше государство и разорвать его на части. Плановая экономика уже сейчас приносит свои плоды. Мы получаем больше продукции каждый день, и уже скоро наши люди перестанут чувствовать дефицит продуктов первой необходимости. Восстановление нашей страны идёт полным ходом, и то ли ещё будет. Такое ощущение, что в королевстве Екистан вообще нет коммунистов. Вы просто посмотрите, какое безобразие. Нужно исправить это как можно скорее. Но для того, чтобы воевать с империалистами, нам потребуется больше фабрик и военных заводов. Василий немедленно отдаёт распоряжение о строительстве всего необходимого. Тем временем ситуация в новой грифонии обостряется. Пролетариат там обезоружен и обескровлен. Нам нужно немедленно готовить военную интервенцию, иначе все наши затеи пойдут прахом. Ещё один рывок и ещё одна бланка берётся нашими рабочими. Мы увеличили производство товаров аж на целых 150%, и Родина нами гордится. Однако нехватка товаров по-прежнему ощущается в нашей стране. Нам нужны срочные реформы армии для расширения территорий. Наши танки худо-бедно боеспособны, а вот о пехоте нужно позаботиться заблаговременно. Наш офицерский состав был вновь расширен, а отныне наша армия пребывает в максимальной боеготовности. И мы готовы встретиться лицом к лицу с любым врагом. И скоро у нас появится возможность проявить себя. Сочувствующие нам браки Герифона арестованы. Мы не можем мириться с таким произволом. Худшие ожидания оправдались. Хунта посадила за решётку наших товарищей. Мы должны ответить быстро и решительно. Что-то слишком долго. Василий планирует свою быструю и решительную операцию. Но генсеку нашей пока что небольшой страны, судя по всему, виднее. К сожалению, у нас не так много самолётов, как нам бы того хотелось. Но будем надеяться, что их будет достаточно для того, чтобы обеспечить прикрытие. Мы отправляем государству Новогрифона и официальное дипломатическое предупреждение. Игры кончились. Мирного решения не будет. Осталось лишь применить силу и освободить наших братьев. Суровая беспощадная война начинается. Возможно, проимпериалистически настроенные Грифоны посчитали нашу угрозу блефом. Но Василий пришёл сюда не шутки шутить. Он будет сражаться за единый фронт социализма. В эти тяжёлые времена ВВС нуждается в расширении офицерского состава. Акцент будет сделан на превосходство воздуха и наземную поддержку. Враг начинает массированный шторм по центральному флангу. Но его оборона по-левому даёт брешь. Благодаря таким опрометчивым действиям его армия попадает в полукотёл. Он сохраняет боеспособность. Ценой огромных жертв среди наших военных Красной Армии удаётся взять вражеские силы в окружение. Благодаря скоординированной атаке по правому флангу близ Вездопадова мы смогли форсировать реку. На разработку этого плана ушли колоссальные силы. Для его реализации потребовалось несколько недель. И как результат, большая часть вражеской армии находится в окружении. Которые, к сожалению, в настоящее время не удаётся так легко ликвидировать. Однако не до стадок снабжения рано или поздно сделают своё дело. Более двух недель враги успешно держали оборуду. Но наконец их центральный фронт был пробит. Оставалось дело за малым. В ближайшее время мы сможем успешно завершить боевые действия. Огромный котёл был ликвидирован, но ещё шесть дивизий неприятелям находились в окружении. Которое, к слову, было также уничтожено. Но скоро собранное врагом ополчение будет не в состоянии оказывать нам достойного сопротивления. А наши бронетанковые войска получают новые духи. И в ближайшее время станут гораздо эффективнее. Вражины наконец-то повержены и наши войска могут перегруппироваться для того, чтобы начать новое наступление. Проблемы с топливом существенно замедлили наше продвижение. Но в ближайшее время ситуация с ним наладится. Совсем скоро наши конвои прибудут с первой партией чёрного золота. Ну а пока мы будем надеяться на мужество и героизм наших солдат. Наши войны готовы пожертвовать своими жизнями и возложить их на алтарь победы. Северо-западное наступление никоим образом не должно прерваться. Мы должны как можно быстрее расширить линию фронта. Благо никакого сопротивления в регионе в ближайшее время не предвидится. И нескольких вражеских дивизий удастся отрезать от основной линии снабжения. Уровень топлива постепенно восполняется и мы можем усилить натиск. Ещё один вражеский котёл был ликвидирован во славу революции. Дальнейшее продвижение было беспроблемным. Изредка наши солдаты сталкивались с сопротивлением, которое быстро ликвидировали. Однако вести о гибели Альтидии подорвали боевой дух всех и каждого. Под бдительным взором этой материи революция вырос практически каждый пони. И мы будем помнить о ней вечно. Огромный котёл в центральной части Новогрифонии должен был стать последним. Рабочие Сталионграда одержали поистине великую победу. Последние очаги сопротивления врага уничтожаются. А Грифоний пролетариат выходит на свободу. Большая часть страны находится под контролем Сталионграда. Важнейшие города и центры снабжения захватываются нашими войсками. Безусловно, это победа. Наши союзники вновь на свободе и готовы лоббировать наши интересы перед всем миром. Теперь, когда рабочие Новые Грифонии свободны, мы наконец-то могли бы вздохнуть спокойно. Однако новая угроза виднеется всё отчётливее. Чейджлинги стремительно набирают силу и нам нужны новые союзники. Коммунисты Якистана хоть и малоочисленны, но всё же представляют наши интересы. Они могли бы мигрировать в Сталионград и вести пропагандистскую кампанию. Недалеко на севере капитализм распространил своё отравляющее влияние на пингвини земли. Мы не можем позволить себе укрепление плацдарма капитализма в этом регионе. Так поднимем же рабочих арктических птиц против угнетателей. Шансов мало, но мы начинаем подготовку революции в Якистане. Всё лучшее детям маленькие пони Сталионграда не будут слоняться без дела. Они будут под бдительным присмотром в пионерлагерях. И пока в Сталионграде всё спокойно, наши войска уже занимают боевые позиции. Начинается новая война, которая, однако, будет гораздо проще предыдущей. Пингвины не были готовы к обороне и ожидали, что их буржуазная принцесса спасёт их. Но Селестия не откликнулась на мольбы о помощи. Красная гвардия начала свой стальной марш. Тем временем в самом Сталионграде активно открываются молодёжные военные организации. А пионерские организации начинают активную работу. Дальнейшее продвижение вглубь арктических земель продолжается. Мы теснем неприятеля по всей линии фронта и в ближайшее время сможем занять их столицу. Коррумпированная марионетка Селестии будет уничтожена во славу революции. И рабочий класс вновь восторжествует под красными знамёнами. Массивная ликвидация пингвиних котлов уже началась. А новые доктрины ведения боевых действий постоянно вводятся в обиход. Но пришла пора отвлечься от военного ремесла и открыть литературные клубы. Правда ненадолго, ведь молот войны беспощадно зовёт наших паней обучаться системе ГТО. Военная операция в Арктике продолжается и нам нужно как можно быстрее закончить это противостояние. Напряжение на Чейшлинга эквистрийской границе усиливается. В ближайшее время начнутся разрушительные боевые действия. Эти насекомоподобные паразиты вторгаются в землю полярных медведей. Мы отреагируем дипломатическим протестом, хотя всему остальному миру похоже всё равно. Что ж, мы не раз предупреждали наших южных соседей об опасности. Но теперь их ждёт и разрушительная война, которая унесёт сотни, а может быть даже миллионы жизней невинных паней. 12 апреля, новый день знаний. Не знаю, какому гению пришло в голову идея весной. Начинать учёбу, но пусть так и будет. Во всяком случае это лучше, чем гулаги и трудовые лагеря. А школьные кружки в нашей стране уже начинают свою работу. Наши дети получают самокачественное образование во всём мире. Северная война, как её прозвали в народе, наконец-то завершается безоговорочной капитуляцией врага. Ещё одна моря-детка присоединяется к нашему альянсу. Скай-нави, начинается новая эра подковы и молота. И красный цвет явно к лицу тамошним пингвинам. Наконец-то мы можем приступить к реализации новой военной доктрины. Новые шаблоны танков позволят нам действовать гораздо более эффективнее. Наши заводы произвели достаточно продукции и скоро мы будем иметь хорошо укреплённую полноценную танковую армию. И надо сказать, достаточно вовремя. Ведь Эквестрию атакуют. Легионы Чейджлингов сгрудились у границы наших не самых приятных соседей, но всё же насекомые, которые больше похожи на полчища саранчи, нам явно не друзья. Да и по ней Эквестрию хотя бы немного близки нам. В Контерлоте был создан секретный пакт, который предполагал, что в случае молниеносного болицкрига Чейджлингов мы должны будем помочь Селестии. Станем союзниками хотя бы на время, а параллельно будем готовить почву для революции в этом государстве. Реорганизация армии проходит успешно, а танки восстанавливаются семимильными шагами. Небольшой производственный дефицит всё ещё сохраняется, но с ростом количества военных заводов мы решим эту проблему. Наших эквестрийских временных, прошу заметить, товарищей теснят по всем фронтам. Мы открываем новую доселе неведанную тактику ведения боевых действий под названием «Пони Блицкрик». В ближайшее время мы перейдём к самым современным способам ведения механизированной войны. Строительство пунктов снабжения на северо-западе идёт полным ходом. Мы готовимся к активной фазе боевых действий. Как же быстро Селестия и Твайка сдают свои позиции. И Атташе, Великая Боржуа, вся Эквестрия принимать от нас явно не собирается. Чудеса, да и только. Надеются справиться в этой войне самостоятельно, но мы-то знаем, куда дует ветер. И если война никогда не меняется, то почему границы стран всегда остаются нестабильными? Вопрос, над которым однозначно стоит порассуждать на досуге. В любом случае, сейчас у нас есть более насущные проблемы, ведь мы вступаем в эту войну. Я не понимаю только одного, почему у Селестии всего 60 дивизий? Ох уж эти пацифисты, такое ощущение, что они никогда не научатся. Ну и собственно для этого мы здесь, давайте научим буржуев воевать. Есть у нас некоторые проблемы с горючкой, но будем надеяться, что в ближайшее время мы исправим эту досадную оплошность. Ведь у нас есть Новогрифонская Республика, которая будет осуществлять нам необходимые поставки. Ну а стали, как вы понимаете, мои дорогие товарищи камрады, много не бывает. Начинаем разработку новых месторождений. Новый сталилитейный завод придется как никогда, кстати. И да, на северо-западном фронте сопротивление минебальное. Будем надеяться, что чейжлинги стянут сюда свои подразделения, ведь иначе Эквестрия будет обречена. Кстати, в ближайшее время наши войска пополнятся современными танками. И уж тогда-то буржуи и черные легионы зла познают гнив Сталинграда. Продолжаем вести активные боевые действия, и на этот раз нам удалось отрезать поистине серьезные силы противника. В ближайшее время они будут уничтожены в котле, ну а нам нужно получить очередной пункт снабжения. 11 дивизий объединенной армии чейжингов и полярных медведей уничтожаются. А наша основная линия фронта активно двигается на запад. Становится очевидно, в ближайшее время здесь будут воевать только жалкие насекомые. К тому же они несут катастрофические небоевые потери. Собственно, можем сказать, что наши войска также несут небольшие потери из-за суровых условий местности, но мы быстро восстанавливаемся из резервов. А наша промышленность трудится во благо логистики этого региона. Будем надеяться, что Эквестрия не пойдет в ближайшие несколько месяцев, ведь у нас довольно низкий уровень обороноспособности нашей страны. Все силы сейчас сброшены на прорыв, и мы не остановимся ни перед чем для достижения наших целей. Столеонградский танковый завод будет переоборудован под военные нужды. Мы продолжаем углубляться в территории полярных медведей. Пока враг неплохо сопротивляется, но так будет недолго. Дальнейшее продвижение затрудняется ужасной инфраструктурой, но столица врага доходится в шаговой доступности, а это значит, что мы должны продолжить натиск. В то же время Василий начинает масштабный проект по расширению северной промышленности, а наши войска должны перегруппироваться для того, чтобы продолжить наступление. Нам явно нужно продвигаться как можно быстрее, ведь в этом случае мы получим под свой контроль хороший центр снабжения. Нашим войскам удается занять подступы к столице, однако для ее захвата нам придется форсировать реку, которая дает естественное укрепление нашему врагу. Однако шанс есть, небольшой, но все-таки имеется. Если мы не дадим чейтлингам возможности отправить подкрепление, эта победа будет у нас в кармане. Надо посмотреть, где бы мы еще могли зацепиться и продолжить наступление, и вот вроде бы еще одна провинция сейчас перейдет под наш контроль, ну а с этих территорий уже можно беспрепятственно продолжать наше наступление. Есть у нас, конечно, еще один вариант, позиционная война, но она что-то идет не очень хорошо, и, наверное, стоит построить линию снабжения. Слишком сильно мы с вами от этого не обеднеем, а вот войскам определенно скажут за это спасибо. Новые подразделения спешно разворачиваются, ведь в ближайшее время им придется сражаться за нашу свободу. Пистальная империя находится в шаге от безоговорочной капитуляции. Шансов на спасение со стороны Селестии практически нет, и им остается надеяться только на нас. Эквестрия предлагает совместное танковое исследование, и в условиях войны это будет мудрое решение. И все же полярные медведи не выдерживают нашего наступления. Большинство их лидеров голосуют за безоговорочную капитуляцию. Но есть и те, кто хочет продолжение этой войны. Будем надеяться, что здравый смысл преобладает, ведь их столица практически окружена со всех сторон. Мы нашли Брешевых обороне, столица Батерина. Враг безоговорочно капитулирует. Эквестрия хочет кооперироваться с нами и пытается выведать наши секреты. Пожалуй, мы можем рассказать им об некоторых устаревших тактиках. Прекрасно. Современный Блицкриг освоен нашими войсками, и в ближайшее время мы перейдем к новым исследованиям. Правда, для того, чтобы освоить столь тонкие материи, нам придется серьезно продвинуться в нашем научно-техническом прогрессе. Пока что мы будем копить опыт ведения боевых действий. Еще две танковых дивизии Чейджлингов в ближайшее время будут уничтожены. Их наспех собранное ополчение для обороны территорий не сможет защитить их. Наши войска продвигаются на запад, не встречая серьезного сопротивления. Победа-революция практически гарантирована. Слишком многие заплатили за эту победу кровью, но орды тьмы удалось остановить. Теперь армия Сталионграда гордо марширует по направлению Кризалис. Она повинна во многих смертях и должна быть ликвидирована. Весь мир пристально следит за нами, надежден на то, что Сталионград не будет укреплять свою безопасность за счет других стран. Но Василий, а другие планы на этот счет? Центральный узел Роя Чейджлингов должен быть уничтожен. Королева Роя падет, и нам удастся восстановить хрупкий баланс равновесия в этом регионе. Война с Чейджлингами была лишь разминкой перед самой большой операцией, которую планировал реализовать наш товарищ Камрад. Вопреки ожиданиям нашего военного командования, Эквестрия быстро набирала силу. Обострение ситуации на границе было не избежать. Через какое-то время после окончания войны с Роем мир содрогнется от еще более масштабной войны. Войны, к которым самая могущественная танковая армия определенно будет готова. Но пока пони, грифоны и пингвины всего континента праздновали общую победу. Василий не был доволен существующим порядком вещей, ведь Эквестрии отошли слишком многие земли. А что следовало ожидать от буржуев? Они воспользовались шансом и забрали у нас все. О, естественно, главный пони Великого Союза чувствовал ярость. Чейджлинги должны были стать марионетками Сталионграда, а вместо этого мы забрали себе несколько земель. Призрак очередной войны уже маячит на горизонте. И совсем скоро вы узнаете развязку этой истории. Пока ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про мой дзен, ВК и чаты в Дискорде и одноименной платформе. Поддерживайте дело Революция, рассказывая своим друзьям о нашем творчестве. А у микрофона, как и обычно, был я, маловаргейминг. Играйте только в хорошее. До новых встреч. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok